Родители говорят, ну ты же слушай, в математике не волочешь, в химии ноль, биологию не знаешь. Я говорю, ну пойдемте тогда куда-нибудь в театральное. Ну как-то так и случилось. Дмитрий Богославский, актер, драматург, режиссер. Играет на сцене и ставит спектакли в Белорусском государственном молодежном театре. Известен за пределами Белоруссии. Его пьесы ставят в театрах ближнего и дальнего зарубежья. Приверженец остро-социальной драматургии. Участник международных молодежных театральных форумов «Мартконтакт» в Могилеве. Найти себя. В первую очередь тогда нужно задуматься, да, об этом тяжелом понятии, как призвание. Я пока не задумывался. Может быть, лет через 20-30, ну вот лет через 30, да, вот уже пенсионный возраст подойдет. И я так, а может быть, я и не тем всю жизнь занимался. Вот это будет, вот представьте, самим с собой сыграть в такую игру, да. Ну вот, как потом в зеркало смотреть. Ну вот, поэтому тяжело. Творческий работник. И Константин Сергеевич Станиславский говорил, что 95% работы и только 5% таланта. Ну вот, поэтому надо воспитывать себя в этом плане. Воспитывать в профессии, там, тебе должно быть необходимо. Ну, мне кажется, мало. Мало просто родиться. Я, наверное, не верю все-таки в такую позицию жизненную. Нет. Молодость мешает или помогает? Господи, какой странный вопрос. Как на него ответить? От того, что я моложе, я не думаю, что я пишу быстрее, чем кто-то. Потому что пишу я, на самом деле, очень долго. Ну вот, мне кажется, две пьесы в год – это вообще мой максимум. Вот. И я так стараюсь больше на себя не вешать, там, больше двух проектов в год писать. Потому что, мне кажется, надо как-то так… Ну, если в это погружаться, то должен быть и момент какого-то отторжения. Вот. Поэтому я не знаю. Молодость, молодость. Ну, что с ней сделать? Сейчас пройдет-то. Чего волноваться-то? У всех было и у всех прошло, скажем так. Поэтому, ну, чего переживать. Свобода творчества. Это, наверное, какое-то все же буддийское состояние, да, когда… Ну, меня не колышет. Ну, прям в хорошем понимании этого слова. Прям вот, прям, меня не колышет. Когда я нахожусь в нормальном, да, диалоге с самим собой, не когда я там, так, Дима, надо садиться там что-то доделывать или что-то… А нет, когда я наоборот, когда я спокойно существую, когда я понимаю, что я могу спокойно встать, позавтракать. Меня никто не гонит на балкон, чтобы я садился там, писал пьесы и так далее. Ну, когда некий дзен находишь этот, то, мне кажется, в этом, как бы, вся красота. Любимая публика. Это молодые люди, потому что они, к счастью, они более подвижны эмоционально. Они быстрее снимают, ну, снимают, считывают, да, правильно сказать, информацию. И, к счастью, почему-то, вот как я замечаю, да, ну, вот, езжу на премьеры и вижу там театр и в России, и театр в Европе. Молодежь быстрее реагирует на проблемы стариков, нежели чем взрослое поколение. Их проблемы молодежи не очень интересуют. Ну, и в этом есть некоторая беда. И именно от этого идет и закостенелость восприятия, и закостенелость белорусского театра. Вот, ну, я считаю, все-таки мы… К сожалению, очень медленно белорусский театр развивается, потому что мы больше живем тем прошлым, говорим о прошлом. А надо говорить сегодня или про завтра. Мне кажется, это правильно. Клин клином. Старшее поколение зрителей, они убеждены, что искусство должно нести только красивое, доброе, вечное. Мне же кажется, что искусство должно быть и остро-социальным, и, в конце концов, как клин клином. Ну, почему мы не можем показать какие-то острые, жестокие моменты нашей жизни? Я понимаю, что кто-то идет в театр, чтобы расслабиться. Ну, тогда, ну, пожалуйста, напрягитесь, прочтите аннотацию к спектаклю. И поймите, что на этом спектакле вы не расслабитесь и просто не идите. А идти в театр за красивым, увидеть, скажем так, отражение нашей жизни и сказать о том, что это невозможно, это не театр, ну, извините. Ну, надо быть честным, да, друг к другу, в конце концов. К вам в Могилев я приехал как режиссер, режиссер спектакля «Саша, вынеси мусор» Белорусского государственного молодежного театра. Оверчерным делает начинку пирожков. Разговаривает спокойно, чтобы не мешать тесто посадить. Начинка готова. Скотч, ножницы, старая луковица на четыре части. Подари, тарелку с грубо-порезанной селёной. Счета за коммунальное усилие. Я на это смотреть не могу! Она не ест уже девять дней. К этой пьесе многие относятся по-разному. Она всё-таки современная, она задевает события военного конфликта на Украине. И многие садятся на эту дорожку такую проторенную и говорят, что вот это пьеса о войне на Украине. Для меня пьеса не об этом. Для меня это пьеса о сильных женщинах. И, наверное, об этом, мне кажется, стоит поговорить. Потому что, скажем так, роль мужчины в современном институте семьи, она как-то так немножечко почему-то на второй план уходит. И мужчина позволяет себе, я не знаю, лежать на диване, а женщина тянет семью, детей, хозяйство и так далее, и тому подобное, и всё остальное. И поэтому эта пьеса для меня, лично для меня, она о сильных женщинах. Каждый, чтобы посмотрел на женщин, которые окружают нас сейчас здесь. Моя мама, да, вот мои родители. В 90-е я был школьником, да. И что делала там моя мама в тот момент, когда отцу там по 8 месяцев не платили зарплату. Понимаете? И как-то же они меня вырастили. Ну, и как-то все живы-здоровы, и от голода никто не умер. Но вот как-то, как-то ведь они тащили вот это всё на своих плечах. И я думаю, ну, тот момент, о котором вот сейчас я сказал, он не касается там только моей семьи. В 90-е для всего постсоветского пространства, да, ну, такие сложные годы были. Рождение, любовь и смерть. Они так сами друг в друга перетекают, поэтому, не знаю, я бы не разрывал, я бы не говорил что-то главное. Пусть это будет многотемье. Вот сейчас в театре многотемье, да, и многожанровость, да, сейчас очень тяжело найти там комедию в чистом виде, там, или трагедию в чистом виде. Сейчас всё, современные авторы всё вместе пытаются смешать, поэтому пусть вот эта многожанровость в нашей жизни, она остаётся, чтобы мы не могли одной краской мазать, а чтобы вот эти полутона постоянные, они присутствовали. Ну, к сожалению, да, часто приходится слышать фразу, мол, ну, лучше поставили Чехова, чтобы все в красивых костюмах ходили, и там, ну, извините меня, ну, сейчас же артист практически не умеет обращаться с тростью. Он, ну, современный человек не носит шляпу, и это всё фикция, да, выходить на сцену и делать вид, что якобы я с тростью, да нет, это всё фикция. Вот, поэтому надо говорить на, просто на языке своего зрителя. Понимаете, я выпустил вот недавно спектакль «Дримворкс» по пьесе Ивана Вырыпаева, и приходит человек, он айтишник, вот он посмотрел спектакль, и у нас там одна из героинь, она такая, ну, аутистка. И он приходит через какое-то время после спектакля и говорит о том, что, Дим, представляешь, я вот после просмотра спектакля долго-долго ходил, думал, и вот я сейчас хочу создать приложение для плохо слышащих людей, там, ну, какой-то там интернет, там, видимо, для телефона. Вот его спектакль натолкнул вот на такую мысль, ну, он нашёл в этом важность. И мне кажется, ну, ну, всё, ребята, извините, мы победили. Про культуру и провинцию. Как много говорят в Минске о Саулюсе, как много говорят о Игоре Казакове. Ну, сейчас с кем не разговаривали, Могилёв, 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 привезли к рейцеру Санату, привезли на дне. Ну, провинция, провинция, нет. Ну, провинция, наверное, она может только, ну, как, да, можно вывести девушку из провинции, но провинцию из девушки никогда, да, такая фраза. Вот. Да нет, это, наверное, всё-таки внутри, да, какая-то проблема. Я бы тут, не знаю, наоборот, в этом есть кайф, когда. Потому что зажрались они там все в Минске в своём. Вот и всё. О чём мечтаете? Нет времени. Ну, чтобы мечтать, это же как надо? Ну, это надо такие, чтобы вот кресло, и вот надо вот так в кресле сесть, чтобы у тебя с одного подлокотника голова вот так свисала, а со второго подлокотника ноги свисали, и ты вот так куришь и вот так мечтаешь. А, ну, нет времени на это мечтать, надо же что-то делать, бежать куда-то дальше. Жизнь у нас такая. Мы же сейчас, ну, и профессия акулья абсолютно. Всё. Остановился, умер. Спокойно работать, честно. Себя не обманываешь, близкого не обманываешь, делаешь то, что ты считаешь важным для тебя. И ты понимаешь, что это кому-то нужно. Да, ну, не зря же там больше сорока спектаклей идёт по миру, да, по моим пьесам. Значит, нужно кому-то. Я ведь, ну, никогда не думал, что кто-то возьмёт в Уругвай и переведёт пьесу, и, ну, вот как я мог это себе предположить? Отдых в театре. Так, ну что, как дела, как дела, как дела, и сразу пуп, и поехало всё. Театр, 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 театр. В конце концов, потом, я ненавижу театр, я ненавижу театр. Потом по третьей рюмке выпили, и я люблю театр. Ну, это везде всё одинаково. Я думаю, и у врачей такая же штука, и у педагогов, мне кажется, мы ничем не отличаемся. Я жена Итакса. У меня жена сова, а я жаворонок. Вот и такса у меня, да, и такса, она привыкла спать на спине. Ну, вот такая собака. Ну, просто мы её забрали очень рано от матери, да, и вот она видит, что мы спим на спине, и вот так же спит на спине. Великая красота – это вот когда я просыпаюсь, вот жена у меня по правую руку сопит, и так вниз взгляд опускаешь, и там две лапки собачьи торчит, и хвост. Вот вам и трансформер, и великая красота, и постмодернизм, и всё вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова